Изучая выводы последнего аудита госконтроля, удивляешься, как при наличии стольких системных проблем наша система образования не просто держится, но еще и обеспечивает детей знаниями и умениями мирового уровня. Это не раз подтверждалось международным тестированием. Госконтроль пришел к выводу, что проблема нехватки учителей гораздо серьезнее, чем считалось. Выявлена и другая проблема. Аудит госконтроля случайным образом выбрал для проверки 500 учителей, преподающих в основных школах гуманитарные и точные науки. Результаты пугающие. Каждый четвертый преподаватель седьмого-девятого классов в той или иной мере не соответствует всем требованиям. Но худшее даже не это. Оказалось, что по данным государственной инфосистемы образования показатель квалифицированности педагогов составляет 82%, вместо выявленных 76%. То есть умышленно или нет в школах завышают уровень квалификации собственных учителей. Неверный ввод данных об учителе в инфосистеме образования – это одна причина. Более серьезная причина – это разница в способе оценения квалификации педагогов. Старая система действовала до 2013 года. Так как стало больше пространства для интерпретации уровня квалификации конкретного педагога, это и привело к такой существенной разнице в данных системе ЭХИС и свежих данных, которые выявил наш аудит. Нехватка учителей привела к тому, что один педагог часто преподает сразу несколько предметов. Аудит госконтроля выявил, что только 34% учителей имели необходимую подготовку по всем предметам, которые они преподают, и это катастрофически мало. Кроме того, 27% опрошенных учителей 7-9 классов вообще не имели необходимой подготовки для преподавания этих предметов. Выявленные недочеты в уровне квалификации педагогов указывают на то, что цель к 2026 году достичь уровня соответствия квалификации 90,2% от всех учителей не просто недостижима, а стало намного дальше. И цель эта станет еще более недосягаемой, когда с 1 августа этого года к квалификационным требованиям добавятся и требования владения эстонским языком. По результатам проведенного аудита госконтроль выдвинул сразу несколько требований Министерства образования и науки. Ввод данных в инфосистему должен быть более точным. Для этого должны быть скорректированы правила. Государство должно систематично заниматься уровнем квалификации педагогов на постоянной основе. Это наши рекомендации. Если сегодня за это отвечают как руководство школы, так и сами педагоги, то сегодня ясно, что именно государство в лице Министерства образования должно давать учителям возможность развиваться и повышать собственную квалификацию, находя баланс между педагогической деятельностью и собственным дополнительным образованием. Данные аудита могут помочь правительству, если там действительно захотят реформировать отечественную систему образования. Учителям необходима более систематическая поддержка в выполнении квалификационных требований. Нужна реорганизация школьной сети, которая могла бы дать экономию ресурсов и улучшение условий труда квалифицированных учителей. Это обеспечило бы и повышение заработной платы, и разумную нагрузку в непростом деле учителя. Илья Байн, Петер Улевайн, Новости Таллина.